Дело в том, что мы рассматриваем такой не классический, как это традиционный подход к логике, который отличается тем, что взгляды просто на то, что само понятие высказывания с фетерацией высказывания. По-моему, что классическое восприятие с традиционным, как бы высказано, либо истинно, либо можно, и вот это его значение, это его атрибут. А с традиционной точки зрения, то можно было бы искать в математической практике, что высказывание само по себе не истинно не нужно вообще, но в принципе мы его доказали. Пока не доказано, но истинно не является. Если мы провергли, то тогда будет ложно. А остальное, пускай не доказано, не провернуто, не истинно, но и неправильное. Вот это такое временное состояние, в течение времени там, в этом фигуре доказано, или в плане. Значит, и речь вот о математических подтверждениях, в реальной жизни. Тут тоже кто-то может интерпретировать и в реальной жизни, кто-то не занимается. И дальше, кто-то направляется к операциям. То есть конъюнкция высказывает А и В. Это означает, что истина А и истина В. То есть мы умеем доказывать А и умеем доказывать В. Публикация, если А, то В, считается истинным. Если мы владеем общим способом, который позволяет из любого доказательства создать доказательство В. То есть мы уже заранее дадим к этому способу, что если нам кто-то когда-нибудь даст доказательство создание А, то мы, заменяя этот способ, получим доказательство В. В частности, это возможно, если мы имеем, под соответствием, выводить политику В из А. И понятие отрицание является самостоятельным. Отрицание трактуется так. Отрицание А означает, что это импликает от А и к этому абсурдному высказу, у которого заведомо не может быть доказательством. В каждой области математики это будет свой абсурд. И еще один фактор. В этих факторах существует x. x приближает к применению значения, указанное в области возможных значений, и переменной x. Это считается зависимым, если мы можем указать конкретный пример, указать такое элемент n, из области возможных значений переменной x, так и для этого элемента n приближающим, он приближает в то, что важно. И универсальный висказ для всех x, а у x. Это означает, что мы владеем общим способом, который для любого возможного значения в бригаминизме, то есть n, безусловно, в течение бригаминизма, позволяет выучить обязательство того. Вот эти вот фантазии импликации и гумантовящей обществе, здесь у нас существенное отличие от классического, от классического столкновения, например, от операций. Далее. В прошлый раз будет сформулировано это исчисление, утрифционистское исчисление высказываний, исчисление, в котором вводимы вот такие вот утрифционистские логические принципы. Ну, мы рассматриваем логические принципы, которые выражаются формулами и высказываниями. А формулами и высказываниями, я помню, устроен экспериментом по один, по два и так далее, используем логические связки, коммунити, рефинт, кубникация и скорлова, хорошую структуру козу, так сказать, очень приятно выявлять как построить сканки сложную формулу более простых шокований. В общем, это и в облик случае, если у нас есть формула А, в том, что если сколько-то переменные по 1 по 1, если у нас есть какое-то понятие истинности, то тогда говорю, что эта формула выражает закон, логический закон, если такие бы ни были высказы B и B, высказы такого вида не будет. Вот, например, форма такого поведения P выражает классический закон, исключённого третьего. Это классическое предъявление, высказывание, высказывание этого вида истинно. Но мы знаем, что с индустрициальной строчкой зрения, что-то при другом понимании истинности, это уже не будет логическим законом, где-то P в другом уровне не высказывает. Вот так вот мы рассматривали то исчисление, в котором мы вводим и заведомо законные формулы, которые выражают законные инфекционистские логички. И это исчисление воспроизведено. И вот мы видим, что с индустрицией истинно высказывают дает схему, с индустрицией и с индустрицией и с индустрицией. То есть а и б, или вы скользуете высказку. Мы их привели из классического исчисления высказанной замены, последняя схема счёта – это была законное отрицание, а такую более многослабную схема счёт. Мы провели много слов, много слов, много слов, в результате слову «А» и «А» в начале «П» получить слово «О». Я решил исказать не спеша, чтобы зато вы учились некоторым элементам математической логики вообще. Поэтому правило исчисления высказанной для вас новое. Есть понятие «вывод» исчисления высказанной. Вывод – это конечная впоследствии формула, такая, что каждая формула либо аксиома, то есть получим подразделение схемы, либо получаете из двух предшествующих по правилу новую схему. То есть сразу и формула появится формула Вадима и пишет так, формула А Вадима и пишет так, случайно так. И здесь существует вывод, который завершается формулой А. Вывести форму, значит, собрать такую цепочку формулу. Это реально правильно, потому что в каждый момент в форме написано аксиома, или, может быть, какое-то такое сделано. Но если уже написано формула А Вадима и пишет так, то тогда нужно писать формулу О. Давайте для иллюстрации просто докажем, что для любой формула А, затем формула А Вадима и пишет так. Но если у вас аксиомка несподобрана. Первое, если аксиомка про импликацию. Дальше аксиома про импликацию комминусы. Потом аксиомка про импликацию дезинфицирующих. Ещё аксиома про импликацию отрицательных. То есть у каждой... И аксиомки довольно-таки естественные, что соответствует... что мы применяем в обычной жизни, но мы заключили, что если не конкретно, если не конкретно, то есть не конкретно. Вот этот фортацей будет формулировать чутка. Я буду строить эту последовательность. И так, после анофиксированной формулы, вот мы... Сначала я вношу сделку. Я вношу длинную формулу. Я написал эту формулу. На самом деле, это аксиома, порученная в схеме номер два. А европей схеме А, А, В, С, любопроизвольная формула. Я возьму 20А, потому что формулу А. Вместо букву В, потому что формулу А влечет А, и вместо букву А. Ну, тогда и получится вот. Если А влечет В, то если А влечет В, то А влечет С, то А влечет С. Понятно, да? Это аксиома. Я так знаю, что это аксиома добавим. Аксиома. А влечет С, то А влечет С, то А влечет С, то А влечет С. Теперь мы видим, что первая формулка иубликация, вот ее главная связка, вот ее посылка, а это заключение. Правило модус-флонов говорит, что если у нас есть аппликация и ее посылка, то можно писать, получить заключение. Это означает применение правил модуса. Итак, применяем правило модус-флонов в прямую формулу и включаем. Надо писать в остатки, кстати. Это вот результат, это будет формула, которая Я написал просто заключение первых. Эта формула получена по правилам модус-флонов из первой и вторую. А еще по четвертому номеру я получу никакую формулу. А влечет, а влечет А, влечет А. Это в общем 1. Если в 7 в общем 1 я в качестве А влечет А, а в качестве В влечет А, то получается просто формул. Ну и теперь мы можем применить правил модус-флонов в третьей и четвертой форме, в третьей и четвертой форме. Вот связка-аппликация, вот эта посылка, она же по четвертым номерам, она уже дается влечет. Это заключается в формула Хаудича А. Он получил правил модус-флонов из третьей и четвертой формы. А в двух формулах там четвертой формы. На самом деле построение вывода формулы вычислений в скале, и четвертая творческая задача будет довольно сложной. Я хочу сегодня продемонстрировать, как заказываются в обществе вычислений некоторые формулы, которые следовательно будет написать законной функционистической логики, и про некоторые формулы, которые кажут, что они не выводятся с помощью этой формулы. Не притягивай.